Когда в начале декабря мы поехали, направлялись из Ангарского аэропорта в Тель-Авив на недельный курс на базе Иерусалимского мемориала о памяти жертв Холокоста. В Ед-Вашем там был еще один пастор, в Сочинске Олег Рогозин. И вот мы сидели втроем к офисам, пили чаек перед отлетом самолета. И как-то сразу Господь расположил мое сердце к Форесу. И вот мы прилетели в Тель-Авив, и вся группа уже прошла паспортный контроль. Ваш возлюбленный пастор задержался, и никто не знал, когда. Когда, когда. Четыре часа мы ждали в общей сложности. У нас автобус уже на стоянке там стоял, ждал. Но потребовалось вмешательство координатора нашей группы от этого мемориала, которое позвонило в службу безопасности, сказал, он наш, он наш, он любит евреев, он приехал сюда обучаться, вот приглашение, вот вам список. В итоге его со скрипом выпустили, пропустили. У него, конечно, глаза были попить копеек, когда он, вот, не знал, чего ждать. Может, он обратно отправит, он повидал аэропорт в Бенгарио, он обратно отправит его в Сочи, да, депортирует. К сожалению, такие случаи бывали, их много, целый самолет разворачивали. К сожалению, были такие случаи, вот. Я очень рад, на самом деле, знакомству с пастором Форесом. И вот то, что мы, как бы, получается, связал нас Господь через эту встречу на Святой Земле, и мы там вместе гуляли, общались, много-много молились, много чего слушали, много чего видели. Прогулялись даже вечером как-то по щеночному Иерусалиму с другими пастырями, много чего там и посмеялись, и узнали. И, на самом деле, я вижу, брать на моем дорогом Форесе большое сердце. И вот это большое сердце, любящее, заботливое, гостеприимное, открытое, очень доброе, которое не скоро на осуждение, скажем так, оно очень медленно на слова, медленно на гнев и очень быстро на слышание, скоро на слышание. Я очень благодарен за то, что у вас такой пастор. Вы за него молитесь? Аминь. Вы о нем заботитесь? Да. Смотрите, я буду проверять. А вот, ну, слава Господу за ваше собрание. Я вас многих вообще впервые вижу. Меня зовут Михаил Андронов. Здесь, в Сочи, мы служим уже 20 лет, с марта 2000 года. Церковь называется Чистосом на Голгофе, движение которой началось в Америке в 60-е годы среди хиппи, когда Бог задействовал одного человека, который очень случай подобный тому, что пастор Форес рассказывал про то, как через одного человека, буквально приведенного с улицы, которому негде было жить и так далее, Гатхоти сделал такое движение мощное, которое по всему миру потом распространилось, когда по 900 человек в день принимали водное крещение в Калифорнии. То есть это движение, которое захватило целое движение хиппи, противовоенное, там, против войны в Вьетнаме и так далее, в Штатах. И это движение, оно начало рассылать миссионеров по всему миру, и в любой, в каждой стране можно сейчас найти практически церковь под названием по-английски Calvary Chapel, по-русски Чистосом на Голгофе, где люди действительно служат, слово несут, и есть у нас капелланское служение в Южном Судане, в частности, очень важно, где воспитываются капелланы в армии в Судане, это значит, что между Севером и Южным Суданом уже 25, по-моему, 24 года идет война между мусульманами и немусульманами. Очень-очень сложная ситуация, очень катастрофическая гуманитарная ситуация. Вот туда огромные средства направляются. И это служение возглавляет один из пасторов нашего движения. Оно очень большое, оно задействует огромные гуманитарные средства. Кроме того, очень интересно, что я вот заметил. Вы молились за Израиль, моя жена наполовину чистокровной, странно, да, так? Наполовину чистокровной. На самом деле, папа у нее чистокровный еврей, вот, у меня по материнской линии есть там какая-то живот, течет еврейская кровь, и нас Господь благословил тремя детьми. Мы 24 года уже в браке, в следующем году 25. И если, да, я хорошо сохранился просто, мне в этом году 47 лет уже исполняется. Нашему старшему сыну, Давиду, уже 23 будет в ноябре, и он уже заканчивает службу в Цахале, в армии обороны Израиля. Вот, и Господь его там ведет, направляет, хранит. Наш старший, у нас же средний сын Илья заканчивает в этом году 11 класс. Тоже молимся, думаем, будет ли возможность нам его тоже отправить на учебу туда. И у нас есть еще лампочка-дочка, которой в декабре исполнится 10 лет, Эмилия. Так что, в принципе, вот. И одна из песен, которую вы исполняли, содержала такие слова. «Я буду нырять в твои откровения». Кто из вас здесь уже больше пяти лет во Христе? Поднимите, пожалуйста. А больше десяти? Те же руки остались. Ну хорошо, больше двадцати. Отлично. Ну что, готовы немножко твердого хлеба сегодня поесть? Давайте мы помолимся сейчас и за пастора вашего, и за Израиля, и за нас самих, чтобы мы были внимательны и слышны, чтобы не отпасти. Дорогой наш Отец Небесный, мы во имя Иисуса Христа благодарим тебя за чудесное время, за собрание, за пастора. Борайся за его жену Елену, за детей, Господь, драгоценных. Просто массовое благословение для них и для того, чтобы ты Господь. Действовал, продолжал работать в их жизни, умножал свое служение, действие Святого Духа, давал огромную мудрость и силу стоять и быть верным тому призванию, которое ты Господь дал этой семье. Благословляй их в использовании, Господь, и продолжай прибавлять, прилагать спасаемых в церкви. Мы просим тебя, Господь наш любимый. Во имя Иисуса Христа, Сын Твоего, молимся все вместе. Аминь. У меня вопрос к вам сразу, я буду взаимодействовать, но, пожалуйста, будьте внимательны и постарайтесь, пожалуйста, отвечать на вопрос. Договорились? Хорошо. Если можно, откройте, пожалуйста, пятнадцатую главу книги, где? И прямо с первого стиха. После этих происшествий, надо понимать, что есть такая вещь, как контекст. Мы понимаем, что в предыдущей главе Авраам встречается с Милхиседеком, и после победы над Морейскими царями он приносит десятую часть отнятого добра у этих царей, царю Милхиседеку, и Милхиседек его благословляет. И вот после этих происшествий Авраам еще пока с одной буквой А, Авраам, было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика. Итак, если вы имеете возможность, пожалуйста, записывайте, если у вас есть электронная Библия, пожалуйста, там скачайте какой-нибудь модуль с современным переводом. Есть несколько переводов мессианскими евреями сделаны, я, например, очень люблю перевод Давида Стерна, Нового Завета, это наш брат во Христе, еврейское происхождение. Он при этом еще и филолог, и переводчик. Кстати, я тоже профессиональный переводчик, работаю синхронистом с двумя языками, работающий пастор. Так вот, интересно, что этот стих, где Господь обращается к Аврааму, он говорит такую вещь. Не бойся, Авраам, я твой щит, я твоя великая награда. Не просто, что какая-то отдельно существующая награда твоя будет велика. Он говорит, я твоя великая награда. Это будет фокусом нашего сегодняшнего исследования, надеясь, что для вас он будет благословением. Вы нырнете вот в эти откровения. Какие-то вещи, возможно, прозвучат немножко по-моему для кого-то из вас. Потому что, почему я вот этой темой решил, как бы, да, немножко озадачиться. Потому что, к сожалению, в жизни современных христиан, независимо от того, сколько лет они в Боге ходят и в Христе, что они там сделали или нет, периодически возникает вопрос. Буду ли я в числе тех людей, которых Господь заберет к себе? Что нужно для того, чтобы я был в числе тех людей, которые Господь заберет к себе, когда наступит день и час, о котором никто не знает? Скажите, пожалуйста, у вас бывали такие вопросы? Спрашивайте самих себя, а заберет ли меня Господь? А кажусь ли я в числе достойных? Бывает такое у вас? Отличная Библия. Один из вариантов, что можно в машине слышать, когда глаза устали. Вот, отлично. Слух включаешь, он на самотике читает, говоря еще люди. Отлично. Так, итак, смотрите, вопрос, который, к сожалению, возникает даже у зрелых христиан. А как быть, что мне сделать так и правильно сделать? Чтобы убедиться в том, что я буду как раз в числе тех, кто избрал, кто окажется у Господа. Как вот мне избежать тех ошибок, которые, допустим, люди вокруг совершают, отпадая от Христа? Потому что примеров достаточно. За один девятнадцатый год, начало двухтысячного, 2020 года, огромное количество служителей, пастырей, авторов книг, лидеров поклонения публично отреклись от Христа. Чтобы их имена начать перечислять, у него идет минут пять. Вот просто перечислять имена людей, которые видны люди, авторы книг, пастыры больших церквей и так далее. Это и Австралия будет, и Северная Америка, это и Европа. Люди отпадают без видимых причин. Просто потому, что у них есть сомнения какие-то. Не по причине каких-то гонений, не по причине каких-то колоссальных проблем финансовых. Все в порядке на поверхности. Но у человека внутри зарождается сомнение, и видный человек, лидер других христиан, прилюдно в Фейсбуке, в других соцсетях, в Инстаграме, а отрекается, говорит, я сожалею обо всем, что я там сделал, писал и проповедовал. Представьте себе, сколько людей последует их примеру, за лидерами пойдут. Мы знаем, что я, в общем-то, поражу пастыри России, соусцы. Вот такие вот ситуации, к сожалению, сегодня не редкость. Поэтому, когда мы слышим Авраама, призываем его Господом в 15 главе «Бытия», Господь говорит, я твоя великая награда. Скажите, пожалуйста, кто инициировал этот завет? Кто сделал первый шаг, иначе говорят? Бог. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот в том завете, который Бог, включаясь с Авраамом, были ли еще посредники? Нет посредников. Нет посредников. Давайте посмотрим дальше, что Господь говорит в этой же главе в 15. Авраам сказал, «Гладыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным распорядителем в доме моем, этот Елизер из Дамаска». На этот момент у Авраама еще нет сына от Сары. И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». По правилам Ближнего Востока и древних, в общем-то, племен. Тот господин, который оставался без детей, он отдавался своему участву своему старшему слуге. В одночасье он становился миллионером. И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал ему, «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он изменил ему это в праведность. Знаменитый стих, жирно выведенный, да, у многих в Библии. У меня, например, прям жирным шрифтом этот стих в Писании обозначен. Скажите, пожалуйста, когда мы сегодня повторяем этот стих, говорим, что поверил Авраам Бога, и это изменилось ему в праведность, что мы имеем в виду? Во что конкретно поверил Авраам, что ему изменилось вот это в праведность? Обещание во что? О чем? А если судить немножко, что он отцом у многих народов, понятно, что… У него будет сын исчез. Правильно. Что в нем, вот в этом семени, в потомке, который произойдет исчез, его, и он уточняет, Господь, что через твою жену Сару это произойдет. Не просто через Агарьку и Измаил, да, он, конечно, его благословил, тоже дал ему многочисленное потомство и так далее. Но благословение и обетование, оно лежит на сыне Авраама из Сары, которого на данный момент еще нет. И Авраам, еще Авраам, он еще не переименован. И мы понимаем, что Господь дает обещание не просто о многочисленном потомстве, а когда Господь ему дает обещание о единственном потомке, в котором семени, об этом говорит апостол Павел в послании Галатума, что это единственное семя, не множество семян, а одно семя, через которое благословится весь мир. Правда? И вот если мы будем честно рассуждать об этом, мы поймем, что Господь обещает конкретно одного очень важного потомка Аврааму, в котором благословлятся все племена земные. И о ком идет речь? Ну, Исаак, он, конечно, молодец. И Господь называет себя при горячем пусте Авраама Моисея, что он бог Авраама, Исаака и Якова, да? Но мы понимаем, что, в общем-то, речь идет не про Исаака, возможно, Авраам про него понимает в этот момент, да, что действительно будет невозможно что-то в жизни его и его жены. Совершится чудо, и через именно Исаака придет тот, в котором будет благословение для всех. Понятно, да? То есть, еще раз, чтобы вот такое, скажем, число подвести, Авраам поверил Богу в конкретном обещании об одном потомке. Правильно? Он не просто поверил, что Бог есть, не просто поверил в какие-то еще-то благословения, что Бог ему даст землю, но не ему самому, а его потомкам о вечном владении. Это все прицепом идет. Это все идет как следствие изначальной веры Авраама во что? В потомка, в котором благословятся все племенные земные. То есть, Авраам фактически, и вера его, и завет стоял на инициированном Боге, Богом обещании о сыне, который родился у него. Правда? Это очень важный момент. Потому что, когда мы переносимся уже в Новый Завет, мы понимаем, что апостолы после воскресения и вознесения Христа ходили по городам Иудеи, Самарии, до краев земли, проповедуя одну и ту же вещь, что является позвоночником христианства, что является центральной темой проповеди апостолов или Евангелия. В чем состоит единственное основание? Смелей. Вы уже больше 20 лет многие у христиан. Что было центральной темой проповеди апостолов? Иисус Христос. Иисус Христос, но не просто он. А что с ним случилось? Воскресенье. Воскресенье из мертвых. Отлично. И Павел проповедует в Ариапаге на Марсовом поле в Афинах, среди греческих философов. И он там говорит такую вещь, что вот Бог подал удостоверение всем, что он назначил предопределенного, чтобы судить всю вселенную, подав удостоверение всем, воскресил его из мертвых. Какая была реакция у философов греческих на эту проповедь? А нет, сначала они две вещи сказали. Что-то странное в наше уши влагает. А другое, новое божество он проповедует, потому что Павел проповедовал воскресенье. Воскресенье из мертвых на греческом языке это имя Анастасия. Анастасия означает воскресенье из мертвых. От этого слова произошла медицинская анестезия. Потому что человек вводит в состояние практически мертвого, что его можно резать, кого-то и так далее, что-то не хочешь делать. И потом возвращается это состояние к жизни. Подобие Анастасии, воскресенье из мертвых. Поэтому греки подумали, что он какое-то новое божество проповедует. Где бы ни оказались апостолы, они всегда говорили о воскресении Христа из мертвых. Это является позвоночником и основанием Евангелия и Церкви. Потому что одной только смерти Христа недостаточно. Потому что умирают все. И если бы он просто умер на кресте, его бы похоронили и ничего дальше не произошло. Он был бы один из хороших, замечательных праведников или пророков, которых могилы по всему Израилю и по всему миру, вы понимаете. То есть разницы было бы немного. Но разница состоит в том, что он воскрес из мертвых, первенец из умерших, победив смерть. Правда? И это является основанием Евангелия, основанием проповеди апостолов. Заберите проповедь о воскресении из нашего учения. Что останется? Силы не будет никакой. Потому что Павел Апостолов в первом послании Коринфянам, в 15 главе, рассуждает. Слушайте, ну, как это из вас кто-то думает или рассуждает, что воскресения из мертвых нет? А если его нет, значит Христос тоже не воскрес. Значит, тщетна вера ваша, значит вы еще во грехах ваших. И мы, если воскресения из мертвых нет, мы несчастнее всех людей. А почему? Потому что мы себя ограничиваем, мы стараемся не грешить, мы следим за собой, мы не материмся, мы не пьем, мы откладываем прежний образ жизни. А ради чего? Если воскресения из мертвых нет, зачем жить так? Почему не как эпикурейский философ в Греции, а ешь, пей, веселись, завтра все равно умрем? Понимаете? Поэтому смыслом жизни христианина, силой проповеди является воскресение из мертвых. И поэтому человек, приходящий к Богу, подобно Аврааму, верует в одну центральную главную вещь. В личность воскресшего Христа, победившего смерть. Инициатором в том, что случилось с Авраамом, был кто-то уже ответил. На этот вопрос? Бог. Правильно? Давайте откроем теперь 17 главу бытия. И прямо тоже с первого стиха. Читаем и будем дальше рассуждать. Авраама было 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, тут он еще по-прежнему Авраам, не Авраам. И Господь явился Аврааму и сказал ему, я, Бог всемогущий, ходи предо мною, будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Бог обещает, еще Исаак не родился. Бог приходит и еще раз подтверждает то обещание, которое он ему дал. Кто инициатор завета, кто его подтверждает еще раз. Отлично, молодцы. И Господь говорит, и поставлю завет. Опять вопрос. Есть ли посредник между Авраамом и Богом в этот момент? Правда, интересно. Почему нет? Потому что Авраам же грешный человек. Ну что, он халдей необрезанный, да? А тут Бог приходит, святой и вечный, и всемогущий, и говорит, Авраам, я твоя великая награда. Давай поставлю завет мой между тобой, вечный и мной, да? Никого нет посередине. Бог ставит завет на основании чего? Скажите, пожалуйста, что такого сделал Авраам, что Бог увидел его, пришел к нему и дал ему этот завет вечный. Благословил его верой. Отклик. То есть Богу фактически важно что? От нас. Благодаря чему Бог избирает? Обращается так, что ты слышишь. Сердце куда твое обращено? Как оно откликается? Это ключевой момент. Бог не смотрит ни на твои способности, ни на твое прошлое, ни на твои какие-то дарования или отсутствие таковых. Ему не важно. И даже возраст Богу не важен. Половая принадлежность не важна ему. Что ты сделаешь в ответ на Божий призыв? Бог призывает всех. Не все отвлекаются. Важен разворот сердца в сторону Бога или куда-то еще. Это единственная причина, по которой Бог избирает Абрама и говорит, я ставлю свой вечный завет с тобой. Смотрите еще раз в 17 главе. Третий стих. И Павла Абраму на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал. Четвертый стих. Обидеть вас просто. Жирно, жирно, жирно. Я. Вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов и не будешь называться. И дальше идет следствие. Четвертый стих. Ни в коем случае нельзя прибегать мимо. Потому что Бог говорит в 15 главе. Я твоя великая награда. Я сам. И в 17 главе, в 4 стихе говорит. Я твой завет с тобой. Я завет. Ни посредник, ни закон, ни собрание мудрости, ни количество заповедей. Я твой завет. Понимаете, тонкость какая? Посредник или нет? И вот очень интересно, что в книге «Жибытия» описывается, как однажды Бог повелел собрать животных, принести их в жертву, растечь их пополам. Они лежат. И вот Абрам впадает в какое-то интересное состояние, что он вдруг видит, что мрак пришел. И проходит столб огня, явление между рассеченными частями животных. И подтверждает и утверждает завет Бог вот этим явлением, очень странным, необычным, с Абрамом. Подчеркиваю мысль, что Господь является инициатором тем, кто подтверждает, поддерживает, и Он и заключает завет с Абрамом. Никто из нас не заключает завет с Богом. Хочу подчеркнуть, и что о Христе сейчас мы будем говорить, потому что то семя, о котором Бог говорит Абраму, и в это обещание поверил Абрама, это обменялся ему в правильность, есть Христос прежде всего. Не Исаак смертный, потому что он был похоронен, умерел, да? А Христос-то нет. Если можно, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 главу. И, значит, примерно с семнадцатого стиха, 10 глава Иоанна, Иисус говорит, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Кто отдает жизнь? И для тех, кто с первого раза не понял, Иисус в восемнадцатом стихе объясняет подробнее, что Он имеет в виду. «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имея власть отдать ее, и власть имея опять принять ее, эту заповедь получил Я от Отца Моего». Логику чуть-чуть я хочу, чтобы вы поняли. Потому что, когда Иисуса уже привели после ареста к Понтию Пилату, Понтий Пилат, желая отпустить Иисуса, говорит ему, «Разве ты не понимаешь, что у Меня есть власть отпустить тебя или казнить тебя?» Иисус что Ему отвечает? Вспоминайте. «Если бы Иисус не дал тебе, то власть у тебя власть». «Свышал тебя власть». Если бы не было воли Божьей на это, иначе говоря, да, то вот никто бы не отдал Меня тебе, никто не отнимает у Меня жизнь, если бы Вы говорите, я ее сам отдаю. В 18 главу Иоанна все читали. Помните арест Иисуса в Гефсиманском саду? Мы там были, смотрели на эти многовековые маслины, да, удивлялись, а ну сколько все-таки лет прошло, они все еще там зеленее, он все маслины приносит. Так вот интересно, что в Гефсиманском саду, когда за Иисусом приходит вот эта когорта солдат, когорт и религион там, люди между собой спорят, неважно, несколько сотен солдат приходит, в углове их идет иудаискариот с начальниками всякими там, первосвященниками и так далее, слугами, и помните Иисус, выходя навстречу им, опередив учеников, задает вопрос, кого вы ищете? Что они им ответили? Иисус на заре, он говорит, это я. Кто помнит, что произошло дальше? Они упали на плеч, назад, как от ударной волны, все легли от ответа Иисуса, это я. Дальше комичная ситуация, комичная почему? Потому что это комедия положений. Когда Иисус второй раз спрашивает, кого вы ищете, представьте себе, вот эти все солдаты, сфаккинулась, они ночью же пришли, у всех факелы в руках, идут вооруженные до зубов, как на разбойника, Иисус говорит, вы вышли на меня, да? Я между вами при народе ежедневно в храме проповедовал, вы меня не брали, а вы сюда пришли, как на разбойника. Но доводится написанное обо мне и владеем. То есть о чем Иисус там говорит, да? 53 главу Исаии цитирует. Так вот, когда эти товарищи, вооруженные до зубов, встают после падения, Иисус их спрашивает еще раз, кого ищете, какая у вас была бы реакция? Ну и сейчас что-то покруче будет, если уже приготовили, сейчас, а мало ли опять упадут все, да? А что он еще дальше выкинет, этот Христос? И вот из-за того, что в первый раз они упали, и второй раз тот же самый вопрос звучит, они говорят, ну, Иисус у нас зареет. Поправляешь лимаки с перьями. Так вот, Иисус говорит, я же вам сказал, что это я. Понимаете, какой подтекст? Вы же поняли, что это я, и как вы это поняли? Во-первых, потому что я сказал, а во-вторых, вы упали. И дальше происходит невероятно, потому что обычно, когда арестовывали преступника, брали с ними всех остальных его подельников. Но Иисус в этой ситуации ведет себя, как хозяин положения. Он говорит так, меня вы возьмете, а этих не будете дрогать. Кто дал право этому преступнику распоряжаться и приказы отдавать? Он говорит, никто у меня не отнимает мою жизнь. Я сам ее отдаю, и сам имею власть ее принять назад. Такая заповедь у меня вот цель. Теперь перенесемся чуть дальше на следующий день, уже распятие на Христе. Врачи в начале 2000 года, или в конце 90-х годов XX века, проделали еще интересное исследование. Может ли человек, и сколько он может, прожить в результате избиений, пыток, которые пережил Христос? Медицинский эксперимент. И выяснили, что когда его избивали этой вот бечевкой, этой плетью римской, которая выдергивала куски плоти и срывала с человека все до костей, после второго удара этой плетью большинство узников или тех, кого допрашивали, теряли сознание и впадали в шок. Что такое шок? Это когда от боли организм отключается. Человек называется почечный шок, то есть и у человека наступает бессознательное состояние, его сколько угодно можно бить, пинать ногами, он уже не почувствует ничего. Организм выключается, впадает в ком. Иисус выдерживает все, это вот избиение. Написано на нем, что паче всякого человека был обезображен, лих его, Исаи 53 глава, его ведут на Голгофа, у него сил не хватает, у него обезвоживание. Иосиф, князь Федимофея, Симон, который был рядом, его снарядили, донести крест до Голгофа, в короте, да? Иисус уже на кресте проводит три часа отказывается от желчи, его желчи с уксусом пропитанного, да, напитка, потому что он хотел принести жертву в сознание, не в помутненном рассудке. И в самом конце, седьмое изречение, ну, шестое, получается, перед седьмым, когда Иосиф Голгофе совершился, и, сдав громкий крик, предал дух свой, да? Одна из фраз Иисуса на кресте какая? Отче, прими дух мой. То есть, он отдает его. То есть, его физическое состояние, по-медицински, несовместимо с жизнью. Вы понимаете? Нечеловеческое в нем. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Мы с вами носители жизни. И мы не контролируем свое сердцевиение, свой последний вздох. Мы не знаем, когда это случится. Иисус знал свой последний день и час. И он сам отдает свой дух Отцу. Его никто не мог убить, как бы его не избивали и не распинали. Вы понимаете? Никто. Он сам отдает дух свой Отцу. Вспоминайте завет Савраума. Я сам твой завет. Я твоя великая награда. Скажите, вот по правую и по левую руку от Иисуса висели разбойники. Один из них не унимался и говорил, как и те, кто стояли у креста многие, искушая Иисуса, если ты Сын Божий, сойди и спаси себя и нас. Правда? А второй разбойник, смотря на первого, говорит, ты что, Бога не боишься? Мы же с тобой здесь за свои дела и преступления висим. Заслуженно, то есть. А он, оказываемый Иисуса, греха никакого не сделал. И обращаясь уже к Иисусу, говорит ему, Господи, помяни мое имя, произнеси его вслух, исповедуй мое имя, когда придешь в царствие твое. В этой фразе столько сразу всего. Смотрите, он называет его Господом, признает его Господом. То есть Богом признает. Исповедует. Он до этого признал себя в том, что он виноват. Он говорит, я по делам своих достойное принимаю сейчас. Я достойный этой жестокой смерти-пытки. Это и пытка, и казнь одновременно. Люди днями висели на крестах. У них у живых птицы выклевывали глаза. Они были совершенно в сумасшедшем состоянии разума. Висели и гнили. Вот на дорогах, там вдоль дорог стояли эти кресты, для того, чтобы другим было неповадно. Римляне любили эту кайфу. Поэтому Иисус в этой фразе разбойника «Я достоин того, что сейчас со мной происходит». Он осознает то, что он виноват. Понимаете, да? Дальше называет Иисуса Господом, потом просит его замолкнуть о нем словечко. Этот человек не мог уже ни водного крещения принять, ни быть частью церкви, не мог добро делать. Он единственное, что мог в своей жизни успеть – сделать, это умереть. Сделать. Сделать, то есть словами у его слова от преизбытка сердца сказали главное, потому что это было последнее, что он мог сделать в отношении к себе и к Христу, к своей дальнейшей судьбе, к душе своей. Иисус говорит ему очень интересную фразу. «Истинно говорю тебе, ныне же, сегодня же, будешь со мною в раю». Запомните, я – твоя великая награда. Я – мой завет с тобой. Чтобы ни у кого из нас, тех, кто принял Христа, уверовав сердцем, исповедовав устами, не было даже мыслей и попознавения заслужить спасение, купленное дорогой сыной. Господь дает нам этот пример разбойника, висящего на кресте. Вы понимаете? Это очень-очень важный вопрос. Последний отрывок, прежде чем мы придем к выводу уже, послание Галатам Апостола Павла. В третьей главе послание просто бомба. Для тех, кто мечтает или хочет начать исполнять закон, вводить какие-то кодексы, необходимые для спасения. Да? Вот там Павел четко, прям до последнего перышка выдергивает из этой дохлой курицы, как говорится, да? Так вот, в третьей главе послания Галатам, с первого стиха, Павел говорит, «Ой, несмысленные, глупые Галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине, вас у которых перед глазами предначеркан был Иисус Христос, как был у вас распятый?» В апостоле Павле они видели образ страдающего, умирающего Христа. Перед вами, говорит, был предначеркан в моей жизни образ распятого Иисуса. Голгофа была нарисована жизнью Павла для них. Ни праведность Павла, ни его подвиги, мы его считаем суперменом, правда? Он для нас прям классный пример. Я не знаю, я не дотягиваю до Павла, еще 99% точно. Вы понимаете? Дай Бог, там, один процент. Господи, слава тебе, только тебе. Так вот, это хочу я только знать от вас. Через дела или законы вы получили духа. Или через наставление в вере. Вера в что-то одно, понимаете? Не во много-много вещей. Потому что Бог знает, что мы люди не очень далекие, мы овечки такие, которым надо просто все объяснять. Бог говорит, я твой великой нагады, я твое спасение, я твой завет. Господь говорит, истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Ничего этот разбойник для своего спасения, для исправления своей жизни сделать уже бы, даже если хотел, не успел бы и не смог. Потому что спасение Божье, Господь через Павла говорит, не через дела закона, а через наставление в вере, через созидание человека в его доверии к ожившему из мертвых в Суд Су Христу. В этом есть созидание и сила внутренняя, которая помогает не оставить заднее и постираться вперед к почести более высокого звания в Христе Иисусе. Но это дальше. Так вы ли неразумны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью. То есть вы хорошо начали в духе, а теперь начинаете сами на себя, на свою плоть полагаться. Слушайте, кто вас обманул? Настолько вы стали глупы, что ли, да? Столь многое претерпели вы неужели без пользы, если бы только без пользы. Дальше смотрите. Чуть-чуть пробежимся глазами до 15 стиха. Дальше 14. Да по благословению Авраамова 15-17 глава Бытия. И вдруг Павел в разговоре с галатами, которые не были евреи. А галатийские церкви это много церквей в области Малой Азии и нынешней Турции. Это были когда-то беженцы с севера Европы. Во время великого переселения народов эти люди были каулы. Это остерикся обеликс, короче. Которые перебежали и живут на территории Малой Азии в данный момент. И они пришли к благодати, уверовали в Евангелие. И Павел этим церквям пишет это послание. Эти люди не евреи, не обрезаны. Они никогда не следовали закону. Им вообще не вдалек. Вы понимаете, через проповедь апостола Павла они уверовали в воскресшего Христа. И потом уже приходят иудействующие товарищи, якобы от апостолов, и начинают их учить, что нужно обрезаться, нужно соблюдать субботу, нужно кашрут соблюдать, то есть есть кошерно и чисто, иначе ты не можешь войти в Ставку Небесную. Вы помните, целый 15-й главе Деяний апостольский совет в Иерусалиме собирается, пишут они письмо, надо ли обрезаться язычникам. И там Петр говорит, давайте не будем обременять учеников и вешать на их шею то бремя, которое не смогли понести ни наши отцы, то есть Израиль, в течение всей своей истории, ни мы. Не будем обременять их. Потому что Господь говорит, я твоя великая награда, я твой завет. Не закон, не набор заповедей. Сам Бог является источником, инициатором, подтверждающим и исполняющим этот завет. Двигайтесь дальше, смотрите. Итак, благословение Абрамова через Христа Иисуса, то есть фактически это исполнение обещания, данное Абрамово, распространилось на язычниках, чтобы нам получить обещанного духа веры. Братья, в словочках и сестры, да, говорим про рассуждение человеческому, даже человеком утвержденного завещания, нотариусом, никто не отменяет и не прибавляет к нему. То есть, завещание имеет силу чего? Неизменного закона. Постановление, которое изменить никто не имеет права. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Но сказано, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое и есть не Исаак, а Христос. То есть, Мессия, Машех, Помазанник, Царь на престоле Давида. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного. Внимательные читатели сразу поймут, о каком завете о Христе, прежде Богом утвержденным, говорит Павел. О каком завете? Аминь. Павел говорит о завете, который Бог заключил с Авраамом о Христе. Все со мной? Еще раз. Я говорю то, что завета о Христе, то есть с Авраамом, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет. Закон какой имеет с виду? Мессия. Не отменяет. Так? Чтобы обетование потеряло силу. Закон, пришедший через Мессия, отменяет обещание Авраама или нет? Нет. Ибо если по закону наследства, то уже не по обещанию, но Аврааму Бог даровал оное наследство, то есть по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени предшествия семени, к которому относятся обещания, и предписан через ангелов рукой, посредника. С Авраамом не было посредников. Для того, чтобы нам войти в завет Христов, нам нужен еще посредник какой-то? Иисус говорит, я сам отдаю жизнь, сам ее власть имею, принять назад. Мы подходим к очень важному моменту. В этой же главе, если вам будет интересно, вы прочтите ее все полностью, там Павел говорит, что верующие во Христа называются детьми Авраама. Не детьми Моисея, не детьми Давида, не детьми кого-то еще называются верующие во Иисуса детьми Авраама. Задайте себе вопрос, почему? Потому что Христос – это исполнение завета не Моисеева, а с Авраамом. Этот завет с Авраамом позднейший закон не отменил, а был до времени дан, чтобы пришел Христос. И Христос – есть исполнение вечного завета с Авраамом. Вы понимаете, что если во времени нарисовать эту картинку, вот Авраам, 20 век до Рождества Христова, заключение завета с Богом, 400 лет спустя приходит закон. Он длится вплоть до разрушения храма в Иерусалиме в 70-м году I века. В 135-м году Адриан император разрушает Иерусалим, распахивает его в ровное поле. Да? Закон становится невозможным к исполнению. Физически. Священников нет, храм разрушен, жертвы не приносятся. Основанием закона было жертвоприношение, ежедневное. Его физически нельзя исполнять. Кто-то пытается сегодня, но каждый раз желающим исполнять закон, говорят, сначала иди обрежься. Для начала. И потом поговорим. Про субботу, про кашрут поговорим, про десятины поговорим многочисленные, про другие вещи хорошие, правильные, потому что закон святый совершен. Но давай для правильного понимания закона мы должны сначала обрезание сделать. По закону как положено. И тогда посмотрим, как мы сможем исполнить весь основной закон. Очень важный момент. Проходит закон, заканчивается его физическое действие, его невозможно исполнять. Появляется талмудическая традиция, которая помогает еврею понять, как мне сегодня строить отношения с Богом без храма, без священников. Появляется огромное количество ценовок, их становится больше, чем когда-либо до этого. Появляется целый свод книг. Вот отсюда и до стенки, и обратно. от пола до потолка. Которые дополняются, которые дописываются, объясняются, появляется объяснение на объяснение, на объяснение, на объяснение. И сегодня среди мессианских евреев, к сожалению, бывают проблемы в понимании простоты, когда Бог говорит, я твой великий завет и вечный завет, и я твоя великая награда. Ни книги, ни закон, не обманывай сам себя, посмотри на Абрама, на твоего отца. Для нас тоже это слово. Задам контрольный вопрос. Почему завет через Моисея закон не вечный, а завет во Христе вечный? Очень простой, на самом деле, будет ответ, но мне очень интересно будет ваше объяснение услышать вкратце, если можно. Почему завет в Моисея не вечный, а завет во Христе вечный? А сейчас преступление есть или нет? Ну, хорошо, это мы говорим о том, что произошло. А вот почему, причина почему завет в Моисея не вечный, а во Христе вечный? Так, давайте так, проще, объясню проще. Значит, смотрите, при горе Синае был дан Израилю закон. Через посредника Моисея при помощи ангелов, да? Хорошо, скажите, пожалуйста, что произошло сорок дней спустя, после того, как Моисей же побывал на горе, получил скрижали, спустился назад, что в этот момент проходило у подножия Синае? Идово, слоя пилили, слоя пилили, слоя пилили, золотому тельцу, поклонялись, еле пилили, селились, Бог даже сказал, а ты, дед, меня Моисей, сейчас я сойду и уничтожу их, а от тебя произведу новый послушный народ. И Моисей говорит, чтобы потом язычники не сказали, что Бог вывел, а до земли не смог довести, Господи, да не будет этого. Понятно, что Бог не собирался этого делать, испытывал Моисея на прочность, на гордость, на смирение. И дальше вы понимаете, что история Израиля, она 40 лет в пустыне, потом зашествие в землю, обетованную в Ханаан, время Иисуса Навина, книга Судей, потом Царство. Чем характеризуется отношение Божьего народа Израиля с Богом, как вот одним словом? Качество отношений с Богом какое было? 50 на 50. Хороший царь пришел, весь народ послушен. Плохой царь пришел, нечестивый. Все. Опять капище на холмах, опять запустение в храме, нечестие, мерзость и так далее, да? Пророк Исаия, смотрите, 66 глав, 39 глав. Это молотко по голове, как бы, да, вот я вас накажу, смотрите, будет выголоняние, ассирийцы, другие народы, которые придут, вас будут разорять, с 40 главы до 66 начинается прям благодать, обещание, но даже в этой второй половине пророка Исаии, например, 48-49 глава. 48 это просто вот, думаешь, ну все, если бы только эта глава была в Библии, правы были бы и христиане, и антисемиты, которые сказали бы, все, Бог, Израиль, обзеркнут навсегда, и с ним покончен навсегда. Но в конце 48 главы вдруг Бог говорит, ну я вас спасу, ну я вас верну, я вас восстановлю, я прославлю, и 49 глава, Илья, 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 Илья говорит, если даже кормили, забудет своего младенца, я вас не оставлю, и не забуду, потому что ради меня самого я это буду исполнять, не ради вас. Еще раз, Авраам, я твоя великая награда, я мой завет с тобою. Иисус говорит, никто не отнимает у меня жизнь, я ее сам могу иметь вас принять. Господь говорит, ради себя самого я вас избрал, я вас сохранил, я вас возвратил, я вас восстановил, я вас искупил и прославил. Вот искупил и прославил, оно уже буквально за углом маячит. Весь Израиль спасется, шаги Машеха, сами евреи говорят, уже за углом раздаются, да? Ну те, кто интересуется эсхатологией и учением о последних временах, на эту тему вообще можно часами. Так вот интересно, что тот завет, о котором я сказал, сравнение завета в Моисее и завета в Христе, кардинальнейшая разница, основополагающая разница состоит в том, что завет в Моисее был заключен между, это договор, это договор, завет, это договор, между двумя сторонами, другой, посредника, с одной стороны Бог, давайте перечислим несколько качеств Бога, вечный, справедливый, какой еще? Святой. Какой еще? Верный. Он милосердный, человеку любивый, ну и наказующий, да? Он там справедливый же. Этот Бог верный, вечный, совершенный и святой. Заключает, а с другой стороны завета или договора стоит, смертный, неверный, отпадающий, греховный человек. Если одна из сторон, ну кто-нибудь из вас заключал договор когда-нибудь в своей жизни? Если одна из сторон систематически нарушает этот договор, может ли договор быть в силе? Будет в силе, последняя графа, расторжение договора. Потому что одна из сторон этого договора постоянно его нарушает. Сколько заповедей в законе? Основных мы знаем 10, а их подробное исполкование и объяснение это весь закон от исхода до конца в трезаконии, где объясняется 613 постановлений на каждый день. Павел говорит в Голазах, проклят, любой человек, который не исполняет всего. Вы знаете слово еще всего, да? Что означает? Сто процентов всего. Написано в законе как? День, два дня, раз в неделю, субботы. Постоянно всего написанного в законе, постоянно проклятся в неделающие этого. Получается, что в этом завете с Моисеем одна сторона систематически постоянно нарушает этот договор. Чувствуете, что теперь дальше? Завет во Христе. Кто с кем заключал? Бога нам. Нет, Бога Христе. В Новом Завете. Отец и Сын. Я Иисус. Это Отец и Сын. Вы понимаете, что Он говорит, Я сам твой завет. Это обещание данное еще Абрама 17 главе. И Я, твоя великая награда. Крыугольным камнем этого завета является Бог Отец и Бог Сын, скрепленные силой Святого Духа. Получается, что сторона одна, Бог Отец повелел исполнить это вот жертвы приношения. С другой стороны, Иисус, Сын Божий, пошел до конца и исполнил повеление Отца. Он говорит, Я всегда пребываю в воле Своего Отца, исполняю то, что ему угодно. Получается, что человек и Бог Иисус Христос от нашего лица, от имени всего человечества, будучи человеком на сто процентов, заключает завет со Своим Отцом. И поэтому Он вечный, поэтому Он неизменный, Он святой, и Он никогда никем не может быть ни изменен, ни отменен, и другого, более нового завета не будет никем принесено. Поняли? Вот поэтому очень важно помнить, что верующие во Христа Иисуса, это верующие в того, кому обещал Аврааму Бог. Еще в его необрезании был наречен Авраам праведным, потому что поверил в обещание Осемени, которое есть Христос. И мы, принимая Христа, принимаем завет, заключенный изначально с Авраамом и заключи, уже совершившийся во Христе. Потому что Авраам и Христос это одна тема. Послушание и вера, приводящая ко спасению не на основании моих дел, не на основании моего совершенства и святости, а на основании того, что Бог является инициатором, подтверждающим и исполняющим завет. Поэтому, когда говорят, что мы вступаем в завет, надо вносить поправку всегда. Мы не вступаем в завет. Мы подписываемся, да, как бы, под уже заключенным заветом. Мы ничего своего нового не вносим, мы не пишем свои условия договора, они уже прописаны кровью, они подтверждены воскресением Христа из мертвых. Аминь, правильно? Аминь, правильно? Аминь, правильно? И это является мостиком для евреев, которые слышат, видят, ага, он наш. И один из выживших в Холокосте во время этого самого семинара, который мы с пастором вместе прослушивали, вместе везде были, один из них, который бывший католический священник, а ныне он там нет, не священник, он даже не христианин, он говорит, ну, я теперь вот как он, и меня показывает, я такой, ну, как бы, да, как бы. Молитесь за Израиль, и вы хорошо делаете, что молитесь. И поверьте мне, что если вы молитесь за Израиль, вы понимаете суть завета в Аврааме, вы понимаете, что нынешний Израиль пытается установить свою праведность не через завет Авраама, а через завет в Моисея заключенного. Да? Вы понимаете, что достичь праведности нельзя, и это покрывало пока на глазах, на сердцах лежит. И очень плачевная история церкви, к сожалению, в Европе послужила и даже была почвой для Холокоста в 20 веке. Германия была на 100% христианской страной. 80, ну, где там, 60 миллионов человек было в Германии. 40 миллионов из них были в Лютеране, 20 миллионов католики. И там только единицы по пальцам обеих рук хватит перечислить тех пасторов, которые не согласились с нацистской идеологией. Вся остальная церковь присягнула Гитлеру на верность. Потом, слава Богу, немецкие церкви покаялись и принесли свои извинения, покаяния, и вы приняли закон о ретрибуции, то есть о восстановлении ущерба, нанесенного евреем в Германии. И сегодня евреи, если он доказывает, что он пострадал во время Холокоста, может приехать и получить выплаты, пособия, и даже вернуть какую-то отчасти недвижимость свою, потерянную, потому что его родители или его деда с бабушкой убили во время Холокоста. Польша, в Германии, Польша сложнее с этим. Так вот, интересно, что им Господь обязательно открывает, он же сегодня в Израиле поднимается поколение христиан из евреев же. Которые начинают на этом языке своим братьям по крови говорить о том, что не завет в Моисее, а завет в Аврааме, который осуществился в Машехе Иешуа, в Иисусе Христе. Это и есть исполнение и благословение как для Израиля и для его воскресения из мертвых, так и для всего мира. Откуда пришла церковь? Из Иерусалима. Кто наш спаситель? С какого колена? Из рода какого? Давиду. Вы понимаете, мы им обязаны. И сегодня, сталкиваясь с евреями, когда слышат они, что о церкви христиане, у многих, кто пережил или имеет память, вот эту насторожность, сразу дистанция, с ними очень сложно разговаривать. Евреев очень сложно любить. и только через то добро, которое мы, как верующие, делаем по отношению к ним, мы можем построить мостик и приоткрыть дверь для евангелизации, для благовестия среди них. Потому что, если они обращаются, представляете, какая бомба просто духовная взрывается. В духовном мире, когда евреи приходят к Христу, двойное благословение получает человек. И все вокруг него. Это, вы знаете, бомба взорвалась и на других тоже попало. Это благословение, да, в жизни еврея. Это гигантское просто служение, которое требует не только наших молитв, но и наших вложений, наших усилий. Потому что, есть евреи, которые сегодня хотят вернуться в Израиль, потому что антисемитизм растет. У меня есть друг, журналист из Белого дома, брат во Христе, который ездит в Иерусалим, ездит в Прибалтику, ездит в Европу и видит, как там осверняются еврейские кладбища, как власти города Вильнюса решают распахать, снести кладбища исторически-мемориальные евреев и там построить торгово-развлекательный центр. Как? Вы представьте себе сегодня, да, где-нибудь у нас, на Мамаевом кургане в Волгограде или где-нибудь в Подмосковье, да, где была битва какая-нибудь. Попробуйте вот реально себе представить, что кто-то там построит торгово-развлекательный центр и память уничтожит. Антисемитизм растет и в Америке, и везде по всему миру. Евреи получают сигнал, надо возвращаться туда, где антисемитизма нет. На родину. И у них, у многих болезни, расходы, нет денег ни на что. Им надо помогать. Проповеди Евангелия в голом виде им не поможешь. И они не послушают даже тебя о Христе, о своем Спасителе. Понимаете? Мы можем начать хотя бы молиться о том, Господь, используй нас в жизни этого народа. Их очень мало осталось уже в нашей стране. Но те немногие, которые сегодня хотят уехать, они реально нуждаются в помощи. Не хватает ни пенсии, не хватает ничего. Вы понимаете? Поэтому, пожалуйста, молитесь, благословляйте Израиля, продолжайте это делать. Слава Богу за вас. Сейчас давайте помолимся. Дорогой наш отец, мы славим тебя за народ Твоего Израиля, за Авраама, Исаака и Якова, за вечный завет, который заключен был в Аврааме, за то, чтобы в Христе этот завет получил свое осуществление. И только благодаря этой вере в этот завет, в этого Христа, помазанника, была правда на Авраам, как и мы сегодня веруем в воскресение Христа и помазанника, обретаем вечную жизнь не по своим делам, не по заслугам, входим в тот вечный завет, который ты утвердил через свое слово, сказав, что Я Твой завет, Я Твой завет. Ни церковь, ни мы, ни какие-то люди, ни Папа Римский, ни апостол Петр, ты, Господь, сам являешься тем самым круглым камнем, на котором вся церковь созидается устройством Божиим, возрастая в меру полного возраста Христова. И поэтому мы, Господь, хотим возвратить те огромные благословения, которые Ты подарил Твоей церкви через Авраама, получившего праведность еще вне обрезания, хотим возвратить их к Твоему народу, который пока еще не обрел своего спасителя, ожидает мира, но не понимая, что князь мира, сходящего свыше, может принести мир в Иерусалим, может принести благословение, и снова Твоя земля станет просто течь, и молоком и мёгом снова расцветет, и по-настоящему принесет плод, только с Тобой, Господь. Не силой оружия, но надеждой на Тебя, Господь наш. Слава Тебе, я благословляю, имя Твое, Господь, за Твоё место, благодарим Тебя за всё, за Твое вечное слово по Твоему Иисусу Христа. Аминь. Аминь. Аминь, хоролюя. Слава Богу. Спасибо, брат, хоролюя. Вы как думаете, такое слово, да? Сила, сила. Чётко всё по полочкам, от бытия до почтятки. Классно. Спасибо большое. Пусть Бог благословит тебя. Аминь, аминь.